Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. 94 года со дня рождения великого писателя. В Дагестане стартовали ежегодные гамзатовские дни «Белые журавли». Светофоры не работают, по пешеходному переходу не пройти. Жители редукторного поселка обеспокоены ситуацией на дорогах. Как работают светофоры в одном из самых аварийных районов города, узнавала наш специальный корреспондент. Девочки с синдромом Дауна, выпавшие с окна четвертого этажа, подарили квартиру. Местные власти не остались в стороне и откликнулись на проблему. Сегодня республика празднует 94-летие со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова. В честь памятной даты в Махачкале стартовали гамзатовские дни «Белые журавли». Мероприятие проходит ежегодно. С самого начала празднования в Махачкале собрались лучшие поэты и писатели России и других государств. О том, как все происходило, расскажет наш корреспондент Зумруд Гамидова. В Махачкале торжественные мероприятия начались с самого утра. На склоне горы Таркитау состоялось возложение цветов на могилу писателя. Отдать дань уважения великому поэту прибыли представители правительства республики, друзья, коллеги и просто поклонники творчества Расула Гамзатова. Далее празднование Дней Белых журавлей переместилось в парк имени Ленинского комсомола, где состоялся митинг и официальное открытие фестиваля. Дни Белых журавлей стали не только выражением нашего глубокого уважения к памяти выдавившегося дагестанского поэта, не только проявлением нашей благодарности погибшей воинам, но и демонстрацией силы, духа, склощенности всех народов Северного Кавказа, России и планеты против международного терроризма. Они стали настоящим явлением культурной жизни страны. Присутствующие почтили память поэта минутой молчания. Своими воспоминаниями о поэте, о знакомстве с его творчеством на митинге поделились многие участники мероприятия. Председатель Союза писателей Республики Магомед Ахмедов отметил, что в Дагестане и за его пределами творчество Расула Гамзатова всегда будут высоко ценить. Белые журавли постоянно, постепенно, постепенно превращаются в какую-то молитву мира, о мире, о памяти, о человечности, о глубокой вере в Родину, его защитников, в Отечество. После того, как Расул Гамзатов покинул мир, дни памяти народного поэта были преобразованы в белые журавли, гимном которых стала всемирно известная песня на стихи поэта. Эта композиция стала не только данью памяти всем погибшим, но и протестом против войны и насилия на земле. Жители поселка Редукторный города Махачкалы жалуются на отсутствие светофоров и неисправную их работу в некоторых районах местности. Населенный пункт уже нельзя назвать окраиной, ведь здесь много новостроек и новый детский сад, а поэтому пешеходная часть для жителей района становится одной из самых острых проблем на сегодняшний день. Выясняла причины возникшей трудности Ума Ибрагимова. Подолгу искать светофор, в итоге дойти до зебры и с трудом перебежать дорогу. Для Шамиля это уже обычное дело, ведь он живет в редукторном поселке уже третий год. Манера езды водителей на этой улице всегда оставляла желать лучшего, благо хоть пешеходный переход сделали. От одного светофора до другого светофора здесь очень большое расстояние, здесь есть только одна пешеходная дорога, и когда переходишь дорогу, ощущение, что водители даже не тормозят, а наоборот нажимают на газ. Дети, за них родители беспокоятся больше всего. Если в детский сад и школу они ходят в сопровождении, то уследить за ними в другое время невозможно. Местные жители опасаются, что дети могут оказаться жертвами ДТП. Вот видите, женщины проходят, даже не останавливает никто, с ребенком женщина на руках проходит, никак не останавливает, никто не уступает нам дорогу. Версии, почему не устанавливают светофор, у жителей разные. Кто-то полагает, что это будет тормозить движение проезжающего по утрам кортеджа главы республики, другие и вовсе ссылаются на то, что местные чиновники экономят на дорогах столицы. В администрации города утверждают, указ об установке светофоров уже есть. Согласно постановлению администрации города Махачкалы номер 815 от 29 мая 2017 года, по проспекту Насрудинова в районе техцентра Скачки, дом номер 49-1, должен быть установлен светофорный объект. Редукторный поселок по статистике один из самых аварийных участков города. Напомним, что в ДТП, которое произошло здесь накануне, погибла вся семья. Если взять проспект Насрудинова от кольца издательства в сторону Каспийска по старой Каспийской трассе, за этот год, за период с января по август месяц зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, у которых погибло 3 и ранено 27 человек. Это без учета сентябрьских ДТП, которые резонансно произошли. Основные причины возникновения дорожно-транспортных происшествий на этом участке – это превышение скорости движения водителями и выезд на полосу встречного движения. Проблема светофоров не только в редукторном поселке. На проспекте Акушинского, как и на многих других улицах, светофор есть, но времени, которое дается пешеходам, не хватает. Сейчас мы попробуем перейти дорогу. На средней скорости перейти дорогу практически невозможно. Людям приходится бежать. Перейти дорогу даже по пешеходному переходу в Дагестане – большая проблема. Водители не всегда останавливают, как это положено, по правилам патрульно-постовой службы. Автомобилист обязан уступить дорогу переходящим улицу. Или, внимание, даже тем, кто едва вступил на проезжую часть. Ума Иврагимова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Девочки с синдромом Дауна, которая выпала с окна четвертого этажа и получила травму позвоночника, подарили квартиру. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что жительница Махачкалы Амфиса Селимханова, мама ребенка-инвалида, просит помощи у чиновников. И сегодня ей сообщили приятную новость. Подробности у Ларианы Шамхалаевой. В администрации Ленинского района столицы сегодня состоялось радостное событие. Директор строительной компании Загирхан Гаджиев помог многодетной семье девочки, которая в начале лета упала с четвертого этажа и сломала позвоночник. Раньше 16-летняя Казиханум Селимханова, два ее брата и родители, проживали на 18 квадратных метрах в маленькой комнате общежития. Но уже к концу года девочка-инвалид с родными переедет в одну из квартир шестиэтажного дома в поселке Турали. Намерение было у меня изначально, когда начинал стройку, что нуждающему человеку, например, дать одну квартиру. Решил ради Аллаха сегодня пятница, ни за магаричи, ни за чёту, чисто этим людям, этой семье подарить эту 100 квадратных двухкомнатную квартиру. Домохозяйка Анфиса Селимханова говорит, что не ожидала такого скорого отклика от властей и спонсоров. Еле сдерживая эмоции, она искренне благодарила меценатов. Анфиса Селимханова признавалась, что для родных это станет сюрпризом и строила планы на будущее. Наконец-то у меня будет жилье с условиями. 17 лет жила я в этой общежитии без условий. Я с радостью с семьей туда же. В дальнейшем жить, радоваться. По словам уполномоченного главы Дагестана Алибека Алиева, главы Ленинского района Магомеда Алхасова и директора жилищно-строительного кооператива Раян, они планируют и дальше вести совместную работу по оказанию помощи нуждающимся. Ларьяна Шумхалаева, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова